Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Кристина Надершина. О том, что случилось в университете и в мире за прошедшие сутки, узнаете в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Вторая волна пандемии коронавируса. Как организовано обучение студентов Европы, Южной и Северной Америки? Расскажем в нашем сюжете. Презентация каталога выставки – это сам Потемкин. О том, как библиотека Казанского университета помогла государственному Эрмитажу, расскажем в следующем сюжете. В центре Эрмитаж Казань музей-заповедника Казанский Кремль презентовали каталог выставочного проекта «Это сам Потемкин». При участии научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы стали открытием этой выставки, потому что мало кто знал о том, что сохранилась почти полностью вся библиотека Потемкина, и что она действительно, как и он хотел, стала основой университетского собрания, но в Казани. В государственном Эрмитаже в декабре 2019 года впервые была представлена выставка, посвященная князю Григорию Потемкину. В фонде библиотеки Казанского университета хранится 44 раритета и собрания князя, и они включены в каталог выставки. Мы будем представлять вот эти два тома каталога, которые я держу в руках, где два больших раздела посвящены собранию, которые находятся у нас. Это именно книжное собрание и гравированное собрание. Куратор выставки Наталья Бахарева, представитель государственного Эрмитажа, рассказала об открытии выставки в Петербурге и выразила благодарность библиотеке Казанского университета за предоставленные экспонаты. Диана Желенкова, Валерия Кожевникова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Митинги, погромы, выключение телеканалами речи Дональда Трампа и многое другое сопровождают президентские выборы в США. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Еще 3 ноября владельцы магазинов и бизнесов Соединенных Штатов Америки стали готовиться к беспорядкам и митингам в связи с выборами. Витрины магазинов заколачивали, а на двери ставили укрепления. И, как оказалось, не зря. Во многих штатах прошли волны протестов. Вся процедура, она, во-первых, затягивается, страна попадает в состояние неопределенности, что вызывает, конечно, среди граждан США ситуацию близкую к памяти, так сказать, люди дезориентированы. Дональд Трамп и Джо Байден по предварительным итогам голосования идут почти на равных. Однако представитель демократов чуть опережает своего оппонента, на что Трамп очень остро реагирует и заявляет, что результаты некоторых штатов фальсифицировали. Это привело к тому, что представители американских каналов прервали в своих эфирах речь Трампа о нечестном голосовании. Выборы прошли очень плохо организованно, потому что было очень много сомнительных решений, в частности, голосования по почте, дистанционное голосование, которое создало самые большие проблемы сейчас для избирательной комиссии США. В некоторых штатах процедура давала возможность переголосовывать по два раза. Многое, многое, что там должно было, процедура, быть соблюдено. Соблюдено, на самом деле, не было. Обстановка накаляется, и все ждут итогов голосования по почте, чтобы понять, кто же все-таки победит. Обычно так, что если на завершающем этапе подсчета происходит такой разрыв, ну, скажем, 2-3%, этот разрыв динамично продолжает увеличиваться, то, скорее всего, вот тот кандидат, который уходит в отрыв, а в данном случае это Байден, скорее всего, он будет признать избирательной комиссии США победителем. Кристина Надышина, Диана Желенкова, Универа Ньюс. Большой барьерный риф – крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Его гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов. Совсем недавно в его составе был обнаружен еще один риф размером с небоскреб. Подробнее о нем расскажем в нашем следующем сюжете. 500-метровый риф небоскреб был найден в северной части австралийского Большого барьерного рифа. Он выше, чем Эмпайр Стелтбилдинг и Сиднейская телебашня. Массивный коралловый риф был открыт австралийскими учеными, работающими на борту исследовательского корабля «Фалькор» Института океанологии Шмидта. Ученые занимаются созданием 3D-карты морского дна, находясь в 12-месячном путешествии, посвященном исследованию океана. Рифы растут достаточно медленно. Скорость их роста примерно несколько сантиметров в год. Поэтому, чтобы вырасти 500 метров барьерному рифу, нужно время поделить на скорость роста примерно 5 сантиметров в год. И будет очень большая величина по времени. Наверное, он не был обнаружен, потому что он стоит в стороне от самого большого барьерного рифа. Команда ученых во главе Робина Биомана из университета Джеймса Кока использовала дистанционного подводного робота «Сюбастиан». Его работа транслировалась в режиме онлайн на официальном сайте Института океанологии Шмидта и на его YouTube-канале. Барьерные рифы довольно широко распространены на Земле. Они хорошо известны, но области, где они находятся, это маленькие пятна на поверхности Земли. Во время исследования мы увидели поистине древние морские пейзажи, и это очень впечатляюще. Северная часть Большого барьерного рифа имеет очень большое геологическое прошлое. Мы увидели десятки огромных затонувших рифов. Некоторые из этих объектов древнее, чем сам Большой барьерный риф. Исследование ученых продолжится до 17 ноября. Как организована учеба студентов Европы, Южной и Северной Америки в разгар второй волны пандемии коронавируса? Эксклюзивно только на «Универа Ньюз». Специальный репортаж с комментариями студентов из Италии, Венгрии, Нидерландов, Великобритании, США и Аргентины. Что они нам рассказали, смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете сохраняется масочный режим. По всему высшему учебному заведению можно встретить подобные дозаторы антисептика. Обучение проходит как в очной, так и в онлайн форме. Чтобы перейти на дистанционный режим, необходимо просто заполнить соответствующее заявление. Это про нас. Что происходит со студентами Европы, Южной и Северной Америки? С какими сложностями они сталкиваются? Давайте разбираться. Первый, кто нам ответил, был Июль Туна Докми, студент Вестминстерского университета в Лондоне. Напомним, что Великобритания объявил локдаун с 5 ноября до начала декабря. Как организовано обучение в пандемию коронавируса? Наше обучение в основном это онлайн лекции. Мы используем платформу Blackboard. Занятия проходят у нас каждые две недели. Студенты учатся раз в неделю, потому что мы в двух разных группах. Я, честно говоря, нарушаю правила и хожу на занятия каждую неделю, взамен того, чтобы посещать лекции раз в две недели. Думаю, это вполне нормально. О новой реальности интернет-коммуникации Юрий Вандергес, студент Амстердамского университета прикладных наук в Нидерландах. Сейчас так много студентов, которые на самом деле даже не виделись весь этот учебный год. Они видели друг друга только онлайн, на своих компьютерах. Я не думаю, что это хорошо и правильно. Время в колледже или в университете – одно из самых важных в твоей жизни, потому что ты развиваешься в личностном плане, встречаешь новых людей, других студентов, и вместе вы можете что-то обдумать. У вас могут быть бурные обсуждения, а вот на компьютере это не работает так же хорошо. Тебе нужно встретить реального человека. Мы опять закрыты и находимся в онлайн. Петро Дель Франко, студент университета Бакони из Милана, Италия. Во время периода этой пандемии мой университет начал использовать образовательную платформу, где мы можем слушать лекции и сдавать экзамены. После первой волны пандемии мы начали возвращаться в наш студенческий городок. Но вот сейчас мы опять закрыты и находимся в онлайне. Некоторые студенты предпочитают учиться лицом к лицу. Кармен Крители, студент университета Маа Стрихта, Нидерланды. Прямо сейчас у нас есть возможность выбрать, как проходить обучение – очно в университете или онлайн. Я думаю, что это очень здорово, потому что некоторые студенты предпочитают учиться лицом к лицу взамен постоянному обучению перед экраном. Занятия по 6-8 часов каждый день. Соло Малакари, студент Фавалорского университета Бойнос-Айрес, Аргентина. Прямо сейчас я у себя дома, потому что у нас онлайн-занятия с понедельника по четверг. Почти по 6-8 часов каждый день. Все экзамены проходят онлайн с включенной видеокамерой. Думаю, что уровень их сложности такой же, будь мы в нормальных условиях. Я этим очень довольна. Мы стали очевидцами трансформации системы высшего образования в целом. Давайте проанализируем плюсы и минусы. Что-то примем на вооружение, от чего-то откажемся. Главное, не нужно отвергать эти изменения. Дистанционное обучение – не инновация. В 18 веке уже появились стабильные почтовые службы. Начали работать и первые обучающие курсы по почте. Ученики заочно выполняли задания, отправляли ответы. В 18 веке такое обучение растягивалось на долгие месяцы. В 21 это считанные часы. Фарид Захид Углы, Илья Андреев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok